Итак, на самом деле, я еще раз хочу вам напомнить, что я желаю всем честь, это не молитва и не самое главное, что бывает в этом мире. Это скорее настрой, объединяющий сознание людей. В ведической культуре в древней были такие мероприятия, на которые приходили люди всех духовных традиций и вер, всех до одной. И там они собирались вместе, многотысячными просто толпами, и они повторяли определенные настрои, которые там в ведической культуре называются шанти-мантры. Что такое шанти? Шанти означает мир. Это то, что нужно для того, чтобы был мир и не было войны. Понимаете, да, чем они занимались? И вот одна из этих шанти-мантры так звучит. Сарвей Баванту, Суки и Нага, я желаю всем счастья. Сарвей Шанту, Нирамая, я хочу, чтобы был мир на этой земле. Сарвей Баграни, Паши Анту. Я хочу, чтобы удача была у всех живых существ. Нага, щит, дуб, каба, крови. Я хочу, чтобы никто не страдал. Теперь у меня вопрос, какой вере это принадлежит? Ко всем верам. Поэтому мы повторяем просто на русском языке первую строчку. Я желаю всем счастья. И это нужно для того, чтобы наши сердца стали развитыми, социально развитыми. Часто религиозность ограничивает человека, делает его асоциальным. А вот эта молитва Я желаю всем счастья делает человека социальным и развитым. Она объединяет людей между собой. Вот у нас сейчас разные традиции, разные веры, много людей, разных взглядов здесь собралось. Давайте объединимся, пожелаем всем счастья. Но сейчас я еще параллельно хочу вам объяснить, на примере вот этого Я желаю всем счастья, как можно быстро продвинуться в молитве. Люди часто спрашивают меня, как молиться, чтобы побеждать судьбу. Запомните, молитва означает контакт с памятью. Если человек помнит о себе, он действует внутри судьбы и победить ее не может. Если человек помнит о Боге или о святости, он в это время побеждает судьбу, но при этом он не думает о себе. Знаете, что переключиться с себя на Бога практически невозможно человеку, который не имеет многолетний опыт этой практики. Но есть исключения. И этим исключением пользовались в древней культуре для того, чтобы обучать детей. Старший наставник с детьми несколько лет занимался только одной вещью. Он повторял какой-то настрой, а они за ним повторяли в его настроении. И больше ничего они не делали. Как минимум год дети в ведической школе начинали образование с пяти лет. Целый год во время уроков они занимаются только одной вещью. Он повторяет какой-то настрой, а они в его настроении за ним повторяют. Знаете, зачем так много времени на это уделялось? Как вы думаете, зачем? Потому что когда человек способен слышать настроение старшего и повторять, как он, такой человек способен победить свою судьбу. И это является самым главным знанием в этом мире. Главнее никакого знания нет. И когда человек реально способен услышать чистоту голоса старшего, то называется инициацией. То есть в его сердце входит истинное знание. Такой человек может побеждать молитвы и свою судьбу. Знаете, победа над судьбой всегда бывает только в одном случае. Если человек помнит о старшем, его настрой, настроении во время своей молитвы. У каждого из вас есть своя вера. Есть свои старшие, свои наставники. Мы сейчас просто учимся с вами сделать так, чтобы это было эффективно. Я сейчас включу православную молитву, потому что мы находимся в православной культуре. Здесь уважение к культуре, к той культуре, в которой мы рождены, является признаком цивилизованности человека. Не швейцарские часы, а любовь к своей культуре является признаком цивилизованности. Поэтому я включаю православную молитву, потому что здесь такая культура. И те люди, которые ее не любят и отвергают, они не просто не цивилизованы, потому что эта культура была им в жизни. И для того, чтобы быть образованным человеком, достаточно просто поизучать, какие храмы здесь есть в Москве, и кто в них, какие святые в них жили. Это признак образованности. А если человек этого не знает, значит, что он не образован. Ну, то есть он не знает своего города. Город — это не означает проспекты, и башни старинные. Это Москва. Москва — это храм. Изучите. Не важно, какая у вас вера. Есть культура, есть нация, есть вера. Человек всегда должен уважать культуру, в которой он живет. Не важно, какая у него вера. Нация не означает вера. Любая национальность может быть любую веру, принимать любую нацию человека. Понятно, да? То есть различия есть между этими понятелями. Надо различать. Сейчас мы слушаем голос тех, кто молится, и повторяем, я желаю всем счастья в их настроении. Что значит победа над судьбой? Это значит, что я сливаюсь с этим звуком. И первое, что я чувствую в своем сердце. Я чувствую силу. Я повторяю, я желаю всем счастья. Сильно уже мне становится. Сильно. Второе. Я чувствую спокойствие в глубине. То есть у меня судьба ослабевает, тяжелая. Беспокоить меня меньше становится. И потом дальше у меня сердце раз вот так вот раскрывается, и мне становится хорошо. Это значит, что я вошел в свою судьбу. И теперь могу ее побеждать. Мы живем на поверхности, у нас нет внутренней жизни. Если вы сейчас во время «Я желаю всем счастья» дойдете до внутренней жизни, у вас сердце распохнется, значит, уже нет Бога. И это время, когда сердце распохнется, надо вспомнить алтарь для святого человека. И это счастье, радость, которые вы испытываете, отдавайте мне. Божье, девочка, пресвятая, Богу, родиться, радуйся небес, Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Слава Богу! 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 Слава Богу!